Итак, я вас приветствую на канале проект Усадьба. Это видео будет для дизайнеров. Мы попробуем сделать коллажи для того, чтобы можно было представить заказчику первоначальные эскизы. И будем делать это в нейросети. Я выбрал нейросеть Midjourney, потому что попробовал несколько нейросетей. И Midjourney мне показалось, что лучше всего подходит для этих целей. Я пробовал Playground и пробовал Google Collab с нейросетью Stable Diffusion. Сейчас мы заходим в приложение Midjourney. Я не буду рассказывать, как тут регистрироваться и заходить сами. Посмотрите в интернете, роликов много. Я сделал заготовки себе, чтобы не тратить время по запросам. У нас будет сегодня два запроса. Будем делать коллаж по интерьеру в стиле минимализм и какой-нибудь классический интерьер. Я вот взял стиль Provence. В общем, что-то такое. Разницы особо нет. Вы можете самостоятельно дописать любые сюда слова. Сейчас покажу вам, как примерно выглядит запрос переводчики. Я сильно английским не владею, поэтому пользуюсь переводчиком. Вот примерно так устроен запрос. То есть вначале вы пишете, что вам нужно цветной коллаж какого-то интерьера. Вот в частности здесь стиль минимализм. Вы хотите, чтобы была красная софа. Потом вы хотите сказать нейросети, что вам нужна доска настроения или ноутборд. Вот, значит, о том, чтобы была какая-то подборка картинок на стены. Ну и дальше скандинавский стиль, серые стены. В общем, что вам нужно, что вам заказчик какие условия выставил, то и пишите. Камин, лампа. Какие-то слова можно усилить. То есть, допустим, вы хотите, чтобы обязательно была здесь красная софа. Для того, чтобы в Минджорни это сделать, нам нужно поставить два двоеточия и написать 1.25. Вот, тогда Минджорни усилит значение вот этой фразы в 1.25 раз. Пробуем этот запрос завести в Минджорни. Заходим здесь в любой доступный нам канал. Открываем prompt и вставляем сюда наш запрос. В конце AR-3-2 означает то, что у нас картинки будут не квадратные, а прямоугольные. Если этого стоять не будет, картинки будут все квадратные. Но поскольку у нас интерьер, чаще всего они горизонтальные, прямоугольные. И нажимаем Enter. Вот наш вопрос начал обрабатываться. Он вводится желтым цветом. Ждем какое-то время. Он потихонечку сейчас будет набирать детали. И теперь мы должны найти свой запрос. Он находится вот здесь. Вот он сделал, получается, четыре картинки. Мы можем выбрать любую из этих картинок. И либо перерисовать ее, либо увеличить и выбрать отдельную картинку. Ну, а нам, допустим, не нравится, что здесь диван красный, потому что для скандинавского стиля это выглядит немножко странно. Поэтому мы напишем, что диван, допустим, у нас голубой или синий. Поэтому исправим запрос. Делаем то же самое. Вставляем наш запрос. И пишем, что у нас диван голубой. Нажимаем Enter. Так мы попросили сделать миджорный интерьер с голубой сапой. За голубым диваном. Сейчас ждем результат. Попускаемся в самый низ. Вот наш вариант голубым диваном. Теперь, если мы хотим сделать это не в виде коллажа, а в виде интерьера, мы должны убрать те ключевые слова, которые отвечают за то, что это будет коллаж. То есть убрать белый фон, убрать подбор цвета и так далее. Создаем еще раз запрос. Вставляем. Убираем модборд. Убираем. Так, RAL Design. Вот это все, что идет. Здесь убираем. Color Example убираем. Фотореалистик можно оставить. Вот давайте попробуем. И можем заодно изменить. Давайте напишем Black. Так, делаем еще один вариант, более фотореалистичный, без белого фона, с черной софой. Он делает вариант черной софой. Уже не эскиз, не коллаж, а именно интерьер. Пускаемся в самый низ, выщем нашу картинку. Это здесь не совсем удобно реализовано, но работает именно так. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот вариант с камином, с черной софой. В принципе, вполне себе неплохо. Вот мы можем, допустим, взять вот эту картинку правую. Это номер 2. И увеличить ее. Берем Upscale номер 2. И ждем, что он должен быть внизу нам выдать. Он есть, в самом низу. Вот мы можем видеть, он начал обрабатывать. Уже обработал. И вот мы получили свою картинку. Можем ее сохранять и отправлять заказчику. А теперь мы посмотрим на вариант интерьера в более сложном стиле, не минимализм, а, например, возьмем какой-нибудь классический стиль, типа Прованса, допустим. В принципе, разницы нету. Копируем запрос. Вставляем. По сути, все то же самое. Здесь уже есть сила действия, в частности, дивана. 1.25. И я написал здесь желтые занавески. Допустим, что у вас заказчик хочет иметь синюю. Или у него есть уже синий диван. И, допустим, желтые занавески. И вокруг всего этого нужно выстроить какой-то интерьер. В частности, классический. Для этого мы пишем здесь ключевые слова, которые уже нам известны. И нажимаем Enter. И ждем результата. Нам желательно всегда следить за тем, где находится желтая вот эта наша зона, потому что ее очень легко потерять. В частности, в этом приложении. Поэтому следим за тем, как происходит процесс генерации картинок. Не теряем свой вот этот текст. Как только картинки он закончил генерить, он сразу размещает вот эти картинки в самый низ ленты. Опускаемся в самый низ. Вот наши картинки. Смотрим, что он генерил. Такой вариант. Диван синий, что шторы желтые. Все как нам надо. Пересы хотим делать без белого фона и без вот этих вот элементов. А прям в сути, как будто это фотка. Делаем все то же самое. Убираем слова, которые отвечают за коллажи и кто-то не так много. И опять просим его сгенерить. Вот так выглядит наш запрос. Уже в виде интерьера готового. В принципе, вот эта картинка вполне себе даже... Ну, единственное, шторы здесь, конечно, не желтые. У него иногда бывает то, что он меняет местами цвета. Поэтому я в запросе ставил двойные двоеточия и усиливал именно этот запрос. Поэтому здесь у нас, например, шторы желтые, диван синий, все как надо. Я сохраню эту картинку. Вот так что пользуйтесь. Для того, чтобы сделать коллажи и предварительные эскизы, мне кажется, это очень удобное приложение. значительно упрощает и ускоряет процесс создания таких предварительных кризисных работ. Все, спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Я буду постепенно рассказывать о том, что происходит в мире по нейросетей. Думаю, что будет интересно. Все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok